Губернатор Горжуденя провёл встречу с общественниками и представителями гражданского общества. Мероприятие традиционно проходит в конце года. Тему продолжит Наталья Чекет. Участниками встречи стали ветераны, почётные граждане, руководители предприятий и общественных организаций, многодетные семьи, главы муниципалитетов. В числе почётных гостей участники специальной военной операции. Мы живём в жизни Тверской области, мы читаем газеты, наши тверские ведомости, всё у нас распределяется. Также очень большую гуманитарную помощь отправляем. Вот у нас сейчас 10 камикадзе первых нам отправляем с очками, со всем, которые важны, необходимы. В уходящем году благодаря президентским программам Тверской области зафиксирован рост производства продукции как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Отметил в своём выступлении губернатор Игорь Руденя. Наибольший рост продемонстрировали высокотехнологичные отрасли, такие как производство компьютеров, электротехники и транспортное машиностроение. По динамике инвестиций наш регион вошёл на самый пьедестал Центрального федерального округа, но очень важно этот пьедестал нам удержать хотя бы в ближайшие пять лет. Я уверен, что нам по плечу сохранить своё место, как мы и планировали, в тройке лидеров по динамике развития Центрального федерального округа. Причём новые предприятия создают как отечный, так и зарубежный инвестор. Регион развивает сотрудничество с Китайской народной республикой, с Турецкой республикой и другими странами. В регионе продолжается развитие социальной инфраструктуры. Проекты затронули практически все муниципалитеты. Так, в этом году в регионе открыли две новых поликлиники в Кимрах и одну в Старице. Два детских сада в Вышнем Волочке и Твери. Образовательный центр в селе Тургиново, спортивный центр в Твери, 33 фельдшерско-акушерских пункта и врачебной амбулатории. Отремонтировано 680 километров дорог, построено 270 километров газопроводов, благоустроено 94 общественной территории. Год оказался таким благотворным и реализованных проектов достаточно много. И все они глобальные, и все они существенные для нашей Старицкой земли. Старицкая поликлиника, она соответствует всем требованиям современного времени в области здравоохранения. Нам удалось реализовать федеральный проект по малым историческим городам. Старицкое зарядье. Продолжилась газификация, и фактически мы запустили газ по двумным управлениям. Это Васильевское оборудование Несерова, 46 километров. И направление на Луковника, 21 километр газопроводов был сдан. Как рассказала глава Вышневолодского округа Наталья Рощина, в муниципалитете в этом году внимание уделили ремонту улично-дорожной сети, благоустройству городских пространств. Закончили проект «Малые города и исторические поселения». Мы благоустроили наш городской сад. Комфортная городская среда – это тоже замечательный проект. В этом году мы благоустроили пожарный сквер. Получается, мы в прошлом году благоустроили одну сторону реки, в этом году другую сторону, тоже с качелями, с прогулочными зонами, с видовыми площадками. На протяжении нескольких лет в регионе идет работа под девизом «Большая семья – тверская традиция». За последние семь лет количество многодетных семей Верхней Волжии увеличилось в полтора раза – почти до 15 тысяч. И сегодня в регионе каждый пятый ребенок растет в многодетной семье. Хотел бы поблагодарить многодетных родителей за их непростой и очень важный труд. Я уверен, что в наступающем году вашему примеру последуют многие семьи Верхней Волжия. Глава региона поблагодарил всех участников встречи за работу на благо Тверской области и страны. Подарком участникам мероприятия стал праздничный концерт. Его ведущими стали Дмитрий Харатян и Анастасия Макеева. На сцене Тверского театра драмы выступили заслуженный артист России Оскар Абдразаков. Группа «Сябры» и образцовый коллектив «Русский оркестр» детско-музыкальной школы инструментального искусства «Избежицка». Дмитрий Харатян и Анастасия Макеева Дмитрий Харатян и Анастасия Макеева